Добрый день, уважаемые товарищи офицеры, дорогие друзья. Во-первых, хочу вас поздравить с государственной наградой, всё ваше подразделение, всю военную базу. Во-вторых, хочу проинформировать вас о том, что сегодня мы вместе с президентом присутствовали при подписании соглашения, которое будет хорошей правовой основой для нормальной жизнедеятельности, развития российской военной базы в Таджикистане. Срок его действия обозначен до 2042 года, на 30 лет. Ваше воинское подразделение славится своими боевыми традициями, военнослужащие дивизии, а сегодня 201-й базы, принимали самое активное участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны под Ленинградом, затем защищали интересы нашей страны в Афганистане, оказали серьёзное влияние на стабилизацию ситуации в Таджикистане, там, где вы сегодня находитесь. Это большой ратный путь, серьёзный. Вы находитесь и здесь, в Таджикистане, сегодня на острие решения не только боевых, но и военно-политических задач. Российская военная база в Таджикистане является одним из важнейших факторов стабильности в республике, в республике, с которой нас связывают особые, братские, очень близкие стратегические отношения, в республике, которая является форпостом всего Содружества независимых государств на этом направлении, на очень сложном, ответственном, афганском направлении. Вам объяснять не нужно, насколько это важно и для Таджикистана, и для всей Центральной Азии, да и для России тоже. Я уверен, что вы будете с честью справляться с возложенными на вас задачами, будете достойно нести эту почётную миссию, повышать свою боевую подготовку. Очень рассчитываю на то, что у вас, как и это сложилось за последнее время, будут складываться добрые деловые отношения с местными гражданами, которые в подавляющем своем большинстве приветствуют нахождение российских военнослужащих на земле Таджикистана. И таким отношением мы с вами должны дорожить. Это очень важный фактор нормального существования российской военной базы в Таджикистане. Ещё раз хочу повторить, что наряду с нашей военной базой в Канте в Киргизии 201-я российская база в Таджикистане выполняет важную миссию защиты интересов России. Хочу поблагодарить президента Таджикистана и весь нарост Таджикистана за сегодняшнее решение по продлению срока действия базы на 30 лет. И хочу подчеркнуть, что Российская Федерация, российское руководство, российское государство самым внимательным образом, всегда будет относиться к вашей службе, к вашим нуждам, к материно-техническому состоянию, к вооружениям и к решению социальных вопросов. Я вас поздравляю ещё раз с государственной наградой и передаю слово моему другу и коллеге, к президенту Таджикистана. Пожалуйста. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Товарищи военные российские вооружённые силы, дорогие друзья, прежде всего мне доставляет удовольствие в вашем присутствии ещё раз сердечно приветствовать на территории земли президента России Владимира Владимировича Путина уже в качестве верховного главнокомандующего вооружёнными силами Российской Федерации. Решение, которое мы с вами, уважаемый Владимир Владимирович, принято по итогам сегодняшних переговоров, имеет большое значение для дальнейшего развития нашего стратегического партнёрства, включая его военную и военно-техническую составляющую. Сотрудничество с Россией по этим направлениям мы рассматриваем как базовую основу укрепления своей обороноспособности, как фактор обеспечения региональной безопасности. Дислокации на территории Таджикистана 201-й военной базы соответствуют и интересам России, в том числе их геополитическому аспекту. Подписав новый пакет документов о военном и военно-техническом сотрудничестве, в том числе соглашение по 201-й российской военной базе, мы на практике подтвердили наши обоюдные стремления к выводу своих отношений в сфере безопасности на качественно новый этап развития. Не сомневаюсь в том, что реализация этих договоренностей сделает наше взаимовыгодное сотрудничество в этом направлении более активным, комплексным и эффективным. С учетом тех реалий, которые складываются сегодня, это крайне важный совместный шаг. Думаю, нет необходимости подробно говорить о том, какую представляет собой угрозу международный терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков и другие формы транснациональной организованной преступности. События в мире отчетливо показывают, что глобальные проблемы безопасности можно решить только коллективными усилиями. Наши вооруженные силы и призванные стоят на страже независимости, территориальной целостности государства и безопасности граждан. Соответственно, они должны постоянно совершенствовать свою боевую выучку с тем, чтобы быть готовыми в любую минуту встать на защиту этих свершенных понятий. В этом отношении Таджикистан и Российская Федерация накопили определенный позитивный опыт взаимодействия. Здесь я отдельно хотел бы отметить роль и место предшественницы российской военной базы 201-й Гатчинской дважды краснознаменной мотострелковой дивизии. Как основы ядра коллективных миротворческих сил СНГ, она внесла огромный вклад в дело установления мира и укрепления стабильности в Таджикистане. Уверен, что и вы, командование и лишний состав 201-й российской военной базы, достойно продолжите дело ваших предшественников, внеся свою лепту в процессе развития отношений дружбы и многогранного сотрудничества между нашими странами и народами. Полученная сегодня заслуженная всеми вами высокая награда России, которая будет украшать отныне боевое знамя части, еще раз подтверждает правоту моих слов и достойную оценку вашего ратного труда верховным главнокомандующим вооруженными силами России. Желаю всем вам доблестным воинам России и еще больших успехов в боевой подготовке, новых достижений в деле защиты нашего общего дела, укрепления боевого содружества и стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Большое спасибо. Поздравляю вас.